Да, всем привет. Я очень рада, что вы досидели. Надеюсь, вы не устали, вам не скучно. Ну, обещаю, что мой доклад будет, наверное… Ну, код тоже будет, но я постараюсь разнообразить, чтобы это было весело немножко, так как блокбастер. Вот. Итак, сегодня история одного проекта. Для начала о проектах в целом. Когда я берусь за какой-либо проект… Ну, я фрилансер, я еще могу выбрать, за какой проект браться, это понятно. Но если уж я берусь за проект, то я стараюсь сделать его интерфейс таким максимально отзывчивым, интересным, интерактивным, использовать какие-то новые технологии, иногда даже в таком, прямо вот в живую, как… Забыла слово. В общем, есть такой подход, может быть, вы знаете, когда вот ты берешь прямо сразу и в живую это используешь. Вот. И понятно, что не любой дизайн можно развить в какой-то интересный, интерактивный интерфейс. Бывают дизайны строгие или не предназначенные для этого. В общем-то, нужно стремиться. То есть в ваших руках дизайн должен превратиться во что-то живое, с чем будет приятно работать и от чего будет пользователь получать удовольствие, заходя на сайт. И мне везет. Конечно, у этого тоже очень большая предыстория, потому что дизайнеры, с которыми я работаю, они сразу мне начали доверять. То есть сначала они были немножко скованы, боялись придумать какие-то интересные идеи. Но потом они поняли, что мы вместе способны делать что-то действительно яркое, и теперь они иногда ставят перед нами такие неразрешимые задачи, но я как бы все равно стараюсь это все делать. И, в общем, благодаря дизайнерам из Creative People получился этот, на мой взгляд, довольно интересный проект. Ну и отдельно хочу сказать спасибо клиенту компании RD. Как вы все знаете, клиенты очень часто ставят палки в колеса и не дают разбить что-то интересное. Но в данном случае ребята прислушивались к мнению, шли навстречу, и мы с ними вместе даже немножко рисковали, потому что какие-то новые технологии могли не сработать, то есть могло что-то пойти не так, а все-таки время разработки проекта ограничено, тоже это нужно учитывать. Но мы вместе рискнули, и у нас вроде бы получилось. И, как уже Марина сказала, это предполагается серия проекта. То есть на самом деле это пилот. Мы еще не знаем, будем ли мы снимать дальше. Но если вам понравится, вы мне пишите, и будут сиквелы. Первая часть называется 3D Cube. Ну, на самом деле нет. Почему, поясню позже. Итак, с чего начинался проект? Ну, как я уже говорила, дизайнеры что-то придумывают, но они еще не уверены, можно ли это реализовать. И мне ребята прислали небольшое видео с тем, как они предполагали главную страницу нового сайта. Такое видео пришло. Я на это все посмотрела. Очень здорово, красиво. Ну и моя реакция, конечно. Я хочу это сделать. Это очень круто, это очень здорово, и мне интересно сделать это вживую, чтобы оно было такое же объемное, интерактивное. И экспозиция проекта. То есть пока ребята занимались дизайном, я начала прорабатывать какие-то скриптовые прототипы, чтобы понять, можно ли будет с этим работать. Итак, что мы видели на видео? Ну, как я уже говорила, это не совсем куб, потому что квадратных мониторов, насколько я знаю, нет, но и мало кто смотрит сайты в квадратном окошке. Но моделировать будем на примере куба, потому что так проще. Итак, это был куб, который вращался вдоль одной из осей. Что ж, начинаем работать. Что нужно для того, чтобы сделать такой трехмерный куб? Для начала немножко об осях браузера. Они немножко отличаются от традиционных математических осей. Ну, по горизонтали у нас ось Х. Я буду показывать в переворотном режиме. Итак, слева направо идет ось Х, в левой части отрицательное значение, в правой положительное. Вертикальное у нас ось Y, но отрицательное значение находится сверху, положительное снизу. И как бы из экрана на пользователь выходит ось Z. То есть на блоскости экрана у нас нулевое значение. Все, что отрицательное в глубине экрана, все, что положительное, как бы снаружи экрана. Для того, чтобы создать трехмерный какой-то объект, нам нужно сначала задать сцену с некой перспективой. Перспектива — это, по сути, глубина трехмерного нашего мира, в котором что-то будет происходить. Значение перспективы нужно рассчитывать по ситуации. Нужно учитывать размер объекта, который будет находиться внутри. То есть если объект будет слишком велик для этой перспективы, то он исказится. Если перспектива будет слишком большая, то некие 3D-эффекты будут не так ярко выражены. Итак, у нас есть сцена, и мы помещаем на нее куб. Задаем им какие-то размеры. В примерах кода всегда будет куб 50 на 50, тоже для простоты. И очень важное свойство — transform style preserf 3D. Именно оно сообщает браузеру, что это трехмерный элемент, и все его дочерние элементы нужно обрабатывать с учетом трехмерного мира. И надо еще отметить, что перспектива в этой сцене влияет на все элементы сразу. То есть она как бы общая, вот этот угол зрения пользователя, трехмерный мир, он общий. Итак, в нашем кубе мы добавляем 6 граней. Тоже задаем им размеры и некие визуальные элементы, то есть фон, рамочки, чтобы мы их видели. И начинаем двигать наши грани в этом трехмерном пространстве. То есть изначально они все плоские, наслоены друг на друга и двигаем. Заднюю грань мы это двигаем в глубину экрана по оси Z. Левую грань мы разворачиваем вдоль оси Y, двигаем влево. Правую грань тоже разворачиваем вдоль оси Y, двигаем вправо. Верхнюю грань разворачиваем вдоль оси X и двигаем вверх. Как мы помним, вверху у нас отрицательное значение. Нижнюю грань, соответственно, вниз. Ну а переднюю грань двигаем на пользователя, в положительную часть оси Z. Ну и теперь по шагам. Задняя грань, левая, правая, верхняя, нижняя, передняя. Вот сложилась наша коробочка. А для того, чтобы куб вращался, нужно задавать только одному элементу куба значение transform с поворотом вдоль оси X в нашем случае на нужное значение градусов. И теперь завязка нашей увлекательной истории. Поскольку на нашем сайте наш куб вращается только вдоль одной из осей, боковые грани уже не будут видны. Поэтому мы от них просто избавляемся. Ну а остальные грани подписываем. Сейчас я добавила надписи, соответствующие начальному положению граней. То есть front, back, top и bottom. Вращаем наш куб. И первое, что мы видим, это то, что надписи на нижней и задней граних перевернуты. То есть когда мы смотрим на них сквозь куб, они выглядят как нужно. Но когда грань находится на переднем плане, надпись на ней перевернута. Ну ничего сложного. Просто провернем каждую из этих граней вдоль оси X на 180 градусов. То есть просто развернем. Но нижняя грань у нас уже повернута, поэтому мы просто дополнительно еще 180 градусов добавим для поворота. И теперь надписи выглядят как надо, когда они на переднем плане. Сейчас я немножко приблизила куб. То есть это не scale, сразу хочу сказать. Это просто увеличение физической ширины и высоты. Для того, чтобы следующий нюанс, который всплыл, был более заметен. Итак, обратите внимание на надпись на передней грани. Вот это вот слово front. Если взять надпись и вне трехмерного мира написать тем же кеглем, то будет видно, что они немножко отличаются. То есть надпись на кубе чуть крупнее и размыта. Ну на проекторе вряд ли видно это размытие. Но если смотреть на мониторе, то в принципе это бросается в глаза. Хотя если бы дело было только в надписях, может быть я бы и не придала этому значение. Но у нас на кубе такие однопиксельные линии, точнее вот эти точечные, как вот border dotted, то есть точечки. И они сливались. То есть они не выглядели отчетливо, выглядели замыленными. И чтобы понять суть этой проблемы, нужно вспомнить просто рекламу 3D телевизоров, в которых изображение как бы выскакивает за пределы экрана. В нашем случае тоже так получается. Центр куба находится на нулевой отметке оси Z, поэтому передняя грань, текущая передняя грань, она как бы выходит за пределы экрана, и поэтому она визуально увеличивается и размывается. Ну решить эту проблему в принципе нужно как? Нужно, чтобы передняя грань, на которой мы сейчас смотрим, совпадала с плоскостью монитора, то есть соответственно центр куба нужно переместить вглубь. И теперь надписи идентичные, четкие и элементы на гранях куба не размываются. Я дышу. Да, ну это же блокбастер, как же, ну тоже нужно добавить какие-то такие элементы. Итак, вот получился наш куб. И на гранях я добавила картинки, которые использовались в проекте, чтобы все это выглядело более так, это естественно. В правом верхнем углу иконка интернет-эксплорера. Это неспроста. На нескольких слайдах будет аналогичная иконка или с другим логотипом, что означает, что этот слайд нужно посмотреть в соответствующем браузере для того, чтобы продолжить повествование истории. Поэтому я так старалась показывать на своем ноутбуке, потому что интернет-эксплорер, ребята. 14 слайд. Итак, наш куб превратился… Это 11. Наш куб превратился в плоскость. Так сказать, сдулся. Сейчас посмотрим на него пару секунд и вернемся в хороший браузер. Ну, конечно, когда обнаруживаешь такое, то сразу это боль, страдание, отчаяние. Ну, с этим нужно что-то делать. И это, в общем-то, развитие нашей истории. Конечно, подход к graceful degradation я одобряю, всячески приветствую. Ну, не тянет браузер, что ж поделать. Но в данном случае куб — это не просто какой-то там красивый элемент. Это, в общем-то, основной интерактивный элемент главной страницы. То есть без него она теряет всякий смысл. И поэтому я решила, что нужно попробовать все-таки решить эту проблему. Как же так получается? Попробуем разобраться. Если зайти на наш любимый сайт can.iuse и посмотреть поддержку 3D-трансформации, то, в принципе, она отличная. Но 10 и 11 интернет-эксплореры поддерживают ее с оговоркой. С какой же оговоркой? Они не поддерживают transform style preserve 3D. То есть, в общем-то, основной, как бы, краеугольный камень трансформации, на основе которой мы строили куб. То есть, ну, нет трехмерного мира. И можно ли сделать трехмерный куб, не используя вот этот transform style preserve 3D? И для начала я хочу рассказать о замечательном свойстве transform origin. Transform origin — это точка, вокруг которой осуществляется трансформация элемента. Для начала рассмотрим простые 2D-трансформации. То есть наша грань, и она будет вращаться. По умолчанию точка трансформации находится по центру элемента. То есть 50% по оси x, 50% по оси y. И если не задавать значение и просто вращать грань, то она будет вращаться вокруг своего центра. Ну, соответственно, значение x, y можно менять. Если мы выберем 0 по оси y, то грань будет вращаться вокруг верхней центральной точки. Если оба нуля, то, соответственно, вокруг левой верхней. Можно задавать также значение и словами. Может быть, так нагляднее. Вот, допустим, левая и нижняя точка. Но у нас в связи 3D-трансформации. Transform origin можно задавать и для трехмерного мира. То есть третье значение — это значение для оси z. Ну что же, попробуем. Наш центр куба, насколько мы помним, находился на отрицательном значении оси z. Оставим x и y по умолчанию, а для z зададим некое значение. И что мы видим? Наша грань вращается, в общем-то, так же, как она вращалась, будучи частью куба. И вот оно решение. Конечно, нам придется отказать от общей трехмерной сцены, но мы можем трансформировать в трехмерном виде каждую грань. Я это для себя называла fake 3D. Ну, такой у меня был опознавательный знак. Итак, что же нужно, чтобы сделать наш куб 3D, хоть даже и псевдо? Сначала возьмем нашу сцену и убираем перспективу, потому что мы не будем работать со сценой как с единым целым, мы будем работать с каждым элементом отдельно. Теперь наш куб. Уже без transform style. Те же значения ширины и высоты, но добавляем трансформацию. Как мы помним, у нас уже была трансформация, углубляющая куб внутрь экрана. И теперь для трансформации каждого элемента мы добавляем еще перспективу. То есть у нас перспектива не для сцены в целом, а для каждого элемента. И наши грани. Тоже те же значения ширины и высоты. И тот самый transform origin, то есть точка, вокруг которой будет трансформироваться каждая грань. И здесь обязательно нужно указать bookface visibility hidden. Когда сцена обрабатывается как единое целое, естественно, как бы грани, обратную сторону грани ты не будешь видеть, если она не прозрачная. А в данном случае каждая грань обрабатывается отдельно и без этого свойства никак. Ну и теперь будем расставлять каждую грань в нашем новом псевдо-трехмерном мире. Поскольку указан transform origin, то двигать грань физически нам не нужно. Нам нужно только ее повернуть на нужный угол и за счет transform origin она станет на нужное место. То есть заднюю грань мы просто проворачиваем на 180 градусов, естественно, чтобы изображение не было перевернуто. И она автоматически становится на нужное место. Переднюю грань также… Верхнюю грань поворачиваем вдоль оси X и она автоматически становится на свое место. То же самое с нижней гранью. И переднюю грань мы не поворачиваем вдоль осей, но за счет transform origin она становится на положенное ей место. И теперь, помолившись, так сказать, посмотрим наш новый куб в интернет-эксплорере. 21 слайд. Та-дам! Вот он, красавец. Пусть даже и не настоящий 3D, он выглядит вполне так же, как и предыдущий. Отлично вращается. Но, как вы видите, у логотипа интернет-эксплорера появился сосед. Хром. Ну, как бы на этом этапе я уже как бы обрадовалась, закинула ноги на стол и думаю, все, теперь у меня есть общее решение для всех браузеров. Оно работает в интернет-эксплорере, ну, почему бы не работать ему в остальных? Смотрим. И что мы видим? Какие-то артефакты. В процессе вращения мелькают соседние грань. Нет, это не backface visibility. Мы же его установили. Видимо, все дело в как бы внутреннем Z-индексе. То есть те элементы, которые находятся в коде ниже, имеют приоритет при рендере. Поэтому они вот таким образом мелькают. И это, ребята, кульминация истории. И, конечно, вот с этими артефактами можно было побороться. Я даже нашла решение. Я их победила. Куб выглядел нормально во всех браузерах. Но чуть позже расскажу. Но как бы в итоге пришло решение такое, что у нашего сайта будет две головы. То есть будет два куба. Для браузеров с нормальным 3D будет один куб, для браузеров с фейковым 3D другой. Но раз у нас есть две головы, нам нужно как-то различать их. То есть какому браузеру какой куб подсовывать. Обычно в опросе фичи детекшена помогает модернист. Проверяем интернет-эксплорер на 3D-трансформации. Модернизер говорит, ну как же все-таки поддерживает? Как-никак. То есть весь вопрос именно в transform style preserve 3D. Конкретно на это свойства модернизера родной проверки нет. Можно дописать дополнительный метод, либо если вы не используете модернизер, просто написать отдельный метод проверки. Он, в общем-то, довольно прост. Итак, проверка. Нормально у нас 3D или нет. Создаем элемент, помещаем его в body, задаем название свойства transform style. Ну поскольку в Safari он все еще с префиксом, проверяем, нужен ли нам префикс. Если нужен, добавляем. Присваиваем элементу это свойство с значением preserve 3D. Тут же считаем в какую-то переменную. Удаляем, чтобы он не занимал лишний узел. И возвращаем true, если считанное свойство имеет значение preserve 3D. Вот и все. Таким простым методом мы определяем, какой куб к какому браузеру подсовывать. Ну и так мы подобрались к развязке. Для начала хочу показать сам сайт. Вот мы и подошли к просмотру. Итак, сайт. Когда мы его разрабатывали, мы, конечно, проводили некие проверки на живых людях, то есть как, удобно ли им работать с сайтом, все ли они понимают, что тут, куда кликать. И выяснилось, что один элемент, наверное, треть людей просто не замечала. Это вот эта вот штучка справа. Оп. Мы его с дизайнером назвали ротатор. Ротатор дублирует, в общем-то, поведение самого куба. То есть вращается, ну и, соответственно, те же надписи. Но есть еще одна интересная особенность. Почему вот я взяла мышку? Извините, геймер. Ротатор еще позволяет контролировать контролировать вращение куба на нужный угол. Ну, то есть такая, может быть, бесполезная, но довольно красивая штука. И именно из-за этой штуки мы отказались от единого фейкового куба, потому что когда вращение задается для всего элемента в целом, один угол для всего куба, то это удобно, и их удобно синхронизировать. Но когда нужно задавать вращение для каждой грани отдельно, получается, что нужно для каждой грани рассчитывать углы по нескольким осям. И делать это для двух элементов сразу, в общем-то, затратно. Поэтому в Internet Explorer такой красоты нет, но зато есть в остальных. Итак, ну и теперь обменном ротаторе замолвим пару слов. Я тут попробовала продублировать ротатор, так немножко его укропнив. Но чтобы это выглядело более эстетично, добавим еще монитор. Итак, вращается куб, вращается ротатор, вроде все хорошо. Но в правом верхнем углу мы видим значок Mozilla Firefox. Поэтому берем 27-й слайд и открываем его. И что мы видим? Когда вращается куб, ротатор куда-то пропадает. То есть он, конечно, поворачивается, потому что надписи на нем меняются. Но, в общем, это совсем не то, чего мы ожидали, тем более от Firefox. Хотя надо сказать, что у меня с Firefox такие давние напряженные отношения. Разрабатывая какие-то элементы, я частенько натыкалась на баги, которые, в общем-то, обнаруживались в баг-листе Mozilla. То есть о них сообщали. Мне так хотелось быть первой, но пока не удалось. И поэтому, конечно, первым делом я пошла в баг-лист Mozilla, чтобы поискать там что-то. А потом до меня дошло. Если посмотреть на сцену сбоку, то мы видим, что передняя грань куба и передняя грань ротатора совпадают. То есть они находятся на плоскости экрана. И когда мы начинаем их вращать синхронно, то ротатор как бы не должен быть виден. То есть по всем правилам реального мира он действительно должен прятаться. Это остальные браузеры обрабатывают какие-то нереальные сцены. Так что Mozilla молодец, хорошо. Что же нужно, чтобы ротатор не прятался во время вращения? Его нужно выдвинуть на передний план. Но, как мы помним, предметы, которые находятся на положительной части оси z, увеличиваются, размываются и все такое. Поэтому придется немножко поколдовать. Мы немножко увеличиваем перспективу и выдвигаем наш элемент в переднюю часть оси z и при этом ужимаем его ровно в два раза. Рассчитать значение, на какое смещать элементы, значение перспективы, в общем-то, несложно. Ну, для данного куба получились такие значения. Ну, не куба, ладно. Параллельного, прямоугольного параллелограмма, правильно? Да. Параллелепипеда, да, извините. Итак, выдвинули. Выглядит, по-моему, совершенно так же, как на 27-м слайде. Но давайте посмотрим в Mozilla, чтобы убедиться, что проблема решена. А, это и есть Mozilla, слушайте. Окей. Вернемся в любимый браузер. Так, 20. Ну, на самом деле это, в общем-то, все, что я хотела сказать. Ссылка на сайт очень простая, если хотите покрутить. И немножко о признании. Я думаю, что каждый из нас в глубине души мечтает о признании. То есть о том, чтобы работа, которую вы делали, была кем-то оценена, получила какие-то положительные отзывы и, может быть, даже какие-то награды. Если говорить об этом сайте, то на сегодняшний день уже 5 сайтов дня на различных ресурсах. Ну, причем самые интересные конкурсы еще не закончены, поэтому пока скрестили пальчики. Ну, а для меня самое важное, наверное, признание — это упоминание на нашем с дизайнерами любимом ресурсе CodeDrops от Timpanus. Мы туда частенько ходим для того, чтобы вдохновляться какими-то интересными интерактивными решениями, интерфейсными какими-то приемами. И там этот проект был упомянут в подборке как самое яркое впечатление недели. Я считаю, что это, в общем-то, достойное признание, и мне приятно. Вот. Ну, на этом все. Можете писать мне в социальных сетях. Нужно ли продолжение, или, Вали, уже хватит тебе выступать на Girls Not Bombs третий раз подряд. Ну, и также ссылка на мой сайт, который я наконец-то сделала на выходных на коленке. Заходите, делитесь своими впечатлениями. Вот. Но сейчас можете задать мне вопросы.